В Хайкоу продолжается четырехдневный семинар по космическому партнерству ООН и Китая. В столице островной провинции Хайнан собрались почти 80 дипломатов, ученых и экспертов. Наша съемочная группа узнала их мнение о потенциале космического партнерства с Китаем. Советник французского посольства Матье Грилу только недавно отметил с китайскими коллегами четырехлетие китайско-французской спутниковой программы. В 2018-м китайская ракета вывела на орбиту совместный 600-килограммовый зонд, который до сих пор отслеживает зарождение циклонов над Мировым океаном. Все очень рады этому сотрудничеству. Французский национальный центр космических исследований, люди, участвовавшие в проекте по производству спутника, многому научились, работая с Китаем. Те, кто сейчас занимается сопровождением спутника, тоже очень рады результатам каждодневной работы. За последние четыре года он предоставил множество полезных данных, которые мы до сих пор используем для погодных прогнозов и понимания климатических изменений. Китай давно закрепился в числе лидеров на рынке услуг по выводу спутников на орбиту. В прошлом году он обеспечил треть всех космических пусков в мире. Международное сотрудничество при этом остается приоритетом китайских космических властей. После недавно прошедшего саммита ОТЭС в Бангкоке, Китай и Таиланд подписали соглашение о кооперации в космосе. Конечно, это касается не только народов Таиланда и Китая. Речь идет о благополучии людей в глобальном масштабе. Информация, которую мы получаем, поможет решению таких вопросов, как изменение климата, реагирование на стихийные бедствия, продовольственная и энергетическая безопасность. Эта информация также может быть полезна туриндустрии. Китай и Таиланд входят в Азиатско-Тихоокеанскую организацию космического сотрудничества. Кроме них там еще пять стран – Пакистан, Иран, Монголия, Бангладеш и Перу. Штаб-квартира в Пекине. Пока речь идет в основном об обмене спутниковой информацией, но в планах и совместной миссии. В ближайшем будущем мы намерены побуждать членов организации к более смелым шагам, таким как частичное участие или полное использование возможностей китайской лунной программы, марсианских миссий, будем приглашать их присоединению к нашим спутниковым платформам, выводу грузов на орбиту или даже научным исследованиям. Я уверен, что усилия Китая помогут достижению целей ООН по устойчивому развитию и продвижению концепции сообщества общей судьбы в исследовании космоса. Также очевидно, что Китай – ответственная космическая держава. В приветственном письме участникам семинаров Хайкоу председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул стремление Китая к совместному мирному исследованию космоса. Тема международного космического сотрудничества особенно актуальна на фоне завершения строительства китайской орбитальной станции и исчерпания ресурса МКС. Алексей Кан, Джо Цзя Синь, CGTN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...